Новые полномочия получил Роскомнадзор. Теперь ведомство сможет блокировать не только страницы с запрещенной экстремистской информацией, но и все их копии. До сих пор Роскомнадзор блокировал только те ресурсы, на которые указывала прокуратура. Подробнее о законодательных инициативах в обзорном материале программы. В России многократно увеличили штрафы за безбилетный проезд на электричках и поездах дальнего следования. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Теперь, если пассажир сел на остановки, где нет кассы и платежных терминалов, то он сможет приобрести билет у кондуктора без взимания платы за оказание услуги по его оформлению. За безбилетный проезд в электричке «Заяц» оплатит 50-кратный размер тарифа по перевозке пассажиров на 10 километров пути. Выявленный же в поезде дальнего следования пассажир без билета расстанется с 5-кратным размером тарифа на 100 километров путей. Перепись населения может стать обязательной для всех граждан страны. С такой инициативой выступили специалисты Росстата. По их мнению, количество граждан России, участвовавших в переписи населения, сократилось в несколько раз. Так, по статистике 2010 года, около 1 миллиона респондентов отказались отвечать на вопросы. Примерно 2,5 миллиона человек попросту отказались разговаривать с сотрудниками Росстата. Сейчас участие в переписи населения является необязательным. Специалисты же планируют не только обязать жителей страны, но и ввести соответствующие поправки в закон о всероссийской переписи населения. Запрет на показ кинолен. Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в России может быть прекращен показ фильмов и мультфильмов, снятых в странах, выступивших в заведении санкций против нашего государства. Если такой закон будет принят, несанкционированный показ зарубежной кинопродукции может привести к штрафу. Для частных лиц он составит до 2,5 тысячи рублей, для должностных – до 5, а для юридических – до 50 тысяч рублей. Также соответствующую норму планируется ввести в Кодекс административных правонарушений.